МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жмир для Василий, Кюркшнауцер, Берри". Следующий номер 43, Щербакова Ольга, Боргерфоли, Берри. Этот выпуск посвящен спортсменам, которых нечасто можно встретить на столичных площадках. Многие из них занимаются несколькими видами спорта, но в этом выпуске мы встретили их на соревнованиях по Аджилити. Меня зовут Мария Зажигаева. Я тренер на одной из питерских площадок по Аджилити. Вот наша спортсменка Екатерина Захарова, которая на различного уровня соревнований, даже международных, неоднократно занимала призовые места. Если до Питера порядка 700 километров, то некоторым участникам для того, чтобы посоревноваться на престижных московских соревнованиях, приходилось преодолевать путь не в одну тысячу километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Анастасия, мы из Омсо. Занимаемся Аджилити около трех лет. Моей собаке два года еще только. Вот, ну, в свое время мы заработали второй разряд. Это наше, наверное, самое большое достижение. Это были выходы в финал чемпионата России. Вот так едет нас мало очень людей, потому что ехать двое суток туда, двое суток обратно. Выдерживает это не каждый. Вот, к тому же, как бы это занятие интересное, но дорогостоящее. Вот у нас два неунувающих оптимиста, которые, несмотря ни на что, уже который раз ездят из Омска в Москву. Обычно на крупные соревнования. Только на крупные соревнования, чтобы бороться. Если бороться, то с только самыми лучшими. Да, действительно, в этом виде спорта нам есть чем гордиться. У нас есть спортсмены, занимающие первые места в мировых рейтингах. Кстати, о рейтинге. Он постоянно обновляется в зависимости от результатов прошедших соревнований. Благодаря интернету можно сейчас оперативно узнавать об изменениях, которые происходят в российском agility. На день, когда монтировался этот выпуск, таблица лучших выглядит так. Стоит заметить, что после каждого зачетного соревнования она может измениться. Однако общая тенденция довольно-таки постоянна. Как можно заметить, половина лучших результатов принадлежит москвичам. Однако создатели сайта учли, что столичные спортсмены находятся в более выигрышном положении, так как могут чаще участвовать в состязаниях, идущих за счет. Поэтому они отдельно рассчитывают кантри-рейтинг. Однако и здесь мы видим, что 7 из 10 лучших занимают спортсмены из одного города. И находится он совсем не близко от Москвы. Почти полторы тысячи километров отделяют Пермь от столицы. Наверное, самая такая сильная Ангелина Катутис. Она вообще с обыководством занимается. У меня с 88-го года, скоро 20 лет. Люба Зварыгина тоже с 88-го года занимается. Наташа Штернберг, Ольга Дружинина. Это же лидеры команды. У нас 6 членов сборной России только в команде. Это все призеры чемпионов мира разных лет. Ангелина – неоднократный чемпион мира. Галина Вдовиченко и Тирвюрен Гера занимают 3-е место в кантри-рейтинге и 7-е место в общем рейтинге Аджилити. Я призер Кубка России, призер чемпионата России в Аджилити. Это бельгийская овчарка Тирвюрен. Зовут ее Гера. Мы сейчас немножко вне пленяем, поэтому не очень хорошо выглядим. Ей 5 лет. Она всю свою сознательную жизнь занимается в Аджилити. Мы ездили на 2 чемпионата мира для бельгийских овчарок, где занимали 4-е и 9-е места в финале. То есть попадали в финал и завоевывали там 4-е и 9-е места. Но все-таки Тирвюрен в первой десятке лучших собак всего единственный. Тогда как бордер-колли и в общем, и в кантри-рейтинге больше половины. С собакой этой породы по кличке Арона выступает еще одна пермячка Ольга Дружинина. Я уже не скажу точный год, но я была чемпионом России, была вторым призером, например, данных соревнований. Ну, в принципе, двухкратный член сборной России. То есть мастер спорта. На сегодняшнее соревнование я приехала с 4-мя собаками. Это Малинуа, бельгийская овчарка Драстик Айкинду, Шелти Рица, Фокс Терьер, Ладушки Гиви, Бордер Колли, Аруна Аджилити Сенсейшн. Но самая моя известная собака – это Аруна. Я два раза с ней была на чемпионате мира, была в призах на российских соревнованиях. В Перми работают 5 секций по Аджилити. Этот город имеет давние традиции в кинологическом спорте. Каждый выбирает себе клуб, ну, в частности, чаще всего по тренеру. То есть, когда мы пришли в этот клуб, то есть я шла заниматься к человеку, который мог дать не больше, чем я уже знала. Из этого я выбирала место своих тренировок и занятий. Потому что тренер достаточно высокого уровня. В принципе, сделал много спортсменов. Раньше многоборья у него одни чемпионы были. Сейчас в Аджилити. Рудашевский Михаил Александрович. В 1992 году он первый в России начал развивать новый вид спорта – Аджилити. Лицензирован Центральным клубом служебного собаководства Российской Федерации с 1972 года как инструктор и судья по дрессировке собак. Рудашевский занимался практически всеми видами служб, распространенных в СССР. Подготовил много чемпионов и призеров международных, всесоюзных и всероссийских соревнований по разным видам дрессировки. Старается научить владельца анализировать поведение своей собаки, чтобы в конце обучения он был способен самостоятельно обучить собаку новому навыку. Он требовательный достаточно. Он составляет план тренировки, методика полностью дает нам. Если кто следует его плану, то в принципе вырастают достаточно сильные спортсмены. Но есть индивидуумы, которые плюс к его плану еще какие-то свои корректируют вещи. Это не запрещается в принципе. Тогда уже спрос будет с тебя, а не с тренера. А так можно, если аж делала, чтобы тренера свалить. В 2005 году в Испании Ангелина Катутис, выступавшая с Шелти Пайнери, стала чемпионкой мира в личном зачете. Она первая спортсменка в истории мирового аджилити, побеждавшая на чемпионатах мира с разными собаками. В 2007 году на чемпионате мира, проходившем в Норвекии, в сборную России входили шесть спортсменов, которых тренирует Михаил Рудашевский. Среди них Наталья Штенберг, мастер спорта международного класса. Занимается этим видом спорта с 1998 года. Член сборной команды России РКФ. В 2006 году она стала многократным призером чемпионата мира IFCS в Голландии и вернулась в Пермь с целой коллекцией наград, завоеванной двумя Шелти – Виолетой и Лисенком. В 2004 году Наталья Штенберг выиграла чемпионат России. На трассе «Аджилити» мужчина Светлана из Иванова с бордер-колли «Артист Триумф». В кантри-рейтинге в категории «Макси» они на втором, а в общем рейтинге – на шестом месте. Основная работа Светланы – это страхование автокаска, а «Аджилити» для нее увлечение. Но настолько важное, что Светлана занимается им уже 12 лет. За эти годы она выиграла бесчетное число соревнований, добилась звания мастер спорта международного класса. Светлана Гущина была в числе победителей на открытом чемпионате Европы 2007 года. Стоит обратить внимание зрителей на то, что в открытых чемпионатах принимают участие любые собаки, а не только те, у которых есть родословные. В нашей стране есть немало отличных четвероногих спортсменов, в графе происхождения у которых пишется «Микс», то есть помесь. Про метисов хорошие хочу сказать, что есть очень много хороших, классных собак, которые и у нас в России выступают, и за рубежом. Но, к сожалению, чемпионаты мира, которые проводят Международные экологические федерации, допускают только породистых собак, из-за чего огромное количество талантливых метисов, вообще талантливых собак пропадает. Или люди вынуждены организовывать какие-то альтернативные соревнования для метисов. Метисы ничуть не хуже работают породистых, а во многом даже лучше, потому что обладают, ну как бы это сказать, в плане естественного отбора очень правильной анатомией и движениями. Эта собака еще молодая, ей еще нет трех лет, для Аджилити это еще не возраст, но она уже успела завоевать титул чемпиона России в 2006 году по версии Федерации кинологического спорта, то есть вот эти же соревнования, которые сегодня проводятся. А так с переменным успехом с ней выступаем в категории медиум. Когда она была маленькая, она скакала по диванам, по креслам, перепрыгивая под локотники, весело и радостно. Я подумала, почему бы не попробовать ее в Аджилити. И мы пришли на площадку, ей очень понравилось, она очень любит работать за еду. И все-таки, для того, чтобы иметь возможность принимать участие во всех соревнованиях спортсмены, покупают собак из питомников. Причем выбор породы не всегда является главным критерием. Я занимаюсь только Аджилити, то есть у меня нет предпочтения никакой породы. И я отбираю собак конкретно, если эта собака подходит для Аджилити, мне не важно, какой она порода или безрагословная она, то есть эта собака должна соответствовать моему представлению будущего чемпиона в Аджилити. То есть это резкость, это скорость, это управляемость, послушание. В основном это веселое, такое жизнерадостное состояние по жизни и постоянное желание играть. Однако, среди спортсменов есть и такие, кто отдает предпочтение только одной породе. При этом, есть такие собаки, с которыми можно принимать участие в разных видах спортивных состязаний. Бельгийские овчарки занимают, можно сказать, второе место по количеству собак, бегающих Аджилити в мире. То есть они уступают только бордер-коле. Конечно, это совершенно разные породы, бордер-коле и бельгийские овчарки, но, в принципе, они хорошо дрессируются, то есть они быстро достаточно. То есть собаки, которые подходят для Аджилити, очень хорошо. Соревнования, в которых принимали участие герои нашего выпуска, были подготовлены и проводились по инициативе и под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Елены Дмитраченко. Которая, собственно, объединяет нас всех и заряжает таким духом желание что-то сделать, что-то лучше, лучше, лучше. КОНЕЦ КОНЕЦ